Прошедший в Одессе Пушкинский фестиваль самым неожиданным и прискорбным образом стал актом глумления над памятью и творческим наследием «Солнца русской поэзии». Во всяком случае, про одну из фестивальных площадок можно с уверенностью сказать, что лучше бы ее не было. Все продается и все опошливается. Вот и до «Солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина тоже добрались. Организаторы фестиваля «Пушкинская осень» в Одессе решили ни много ни мало воспользоваться этой оказией, чтобы устроить турнир эротической поэзии. Узнав об этой амбициозной задумке, мы решили, что главной задачей такого турнира должно стать привлечение к поэзии внимания молодежи, чтобы таким образом облагородить в сознании молодежных масс понятие интимной любви, которая обрушивается на них из мировой помойки интернета в самом непрезентабельном и пошлом виде. Тем более, что по условиям конкурса каждый поэт должен был читать свои стихи в присутствии своей музы, той самой единственной и неповторимой, которая зажгла в нем божественную искру творчества. Как красиво и поэтично должно было это выглядеть. Мы надеялись, что стихи столь необычного конкурса апоэтизируют реальность, послужат воспитанию чувств и искусству их мастерского обличения в высокий пушкинский слог. О небеса, как мы были наивны! В жестокой действительности нашим хрупким надеждам суждена была иная участь – рассыпаться в прах. И произошло это в тот самый миг, когда, еще не услышав ни одной конкурсной строки, завороженной в предвкушении необычного действия публики, представили участников турнира, один из тандемов которого нас буквально обескуражил. Девушек объявили, как травести диф, а музу-поэтессы почему-то назвали музом. О каком воспитании чувств можно говорить на мероприятии, выставляющем на показ самые извращенные пороки человечества, да еще и под эгидой Пушкинского фестиваля. Но это были лишь цветочки, и когда голос ничем не прикрытой пошлости зазвучал в полную силу, наше недоумение сменилось глубочайшим разочарованием, если не возмущением. Близится ночь, на балконе сижу, вышел один, в тишине покурю. В доме напротив включается свет, я наблюдаю ногой силуэт, чувствую тело, к любви я готов. Манит и манит вечный тот зов, инстинкты проснулись, я встал и стою, и жадно хищу незнакомку свою. Она же танцует, как будто волна, пьянит и дурманит, волнует меня. О, юная дева, ты будто мечта, я вдруг захотел, чтоб ты стала моя. Но тут выключается в комнате свет и растворяется в миг силуэт. Ну что, говорю я, пойдем спать, родной. Не удалось нам тряхнуть стариной. Вопрос о том, что общего между сексуальными фантазиями подростка, только начинающего познавать свое тело, и от того удивленно кричащего об этом всему миру с помощью незатейливых, если не сказать примитивных, рифм, и Александром Сергеевичем Пушкиным, поэтом высокого слога и высоких чувств, под именем которого был организован этот парад пошлости, как вы понимаете, риторически. А для того, чтобы показать, как этот, с позволения сказать, турнир эротической поэзии вылился в фарс, в трагикомедию, в издевательство над культурой, поэзией, публикой, над Пушкиным, наконец, достаточно предоставить слово участникам этого вакхического молебна во славу гениталий. Она торопит миг последних содроганий. Ему шмелее процесс, он шепчет, дорогая, не надо б наспешить, соития бесценна. И если мир театр, то ложа это сцена, где паузы ведут к оргазму кульминации, вернее, чем пальба к финалу и овациям. Вон всадницей летишь, не попадая в стремя, и мстительно толчешь, как в воду в ступи семя. Все кончено. Аминь. Эдемский сад безгрешен. Остался лишь кармин раздавленных черешил. Она торопит миг последних содроганий. И в этом волшебстве ей равных в мире нет. Обилие тонов, нюансов и стараний смогла она вложить в знакомый всем миньет. Сегодня ни словам сослужат службу губы. Тактильность в тысячу раз походчивее букв. Кипит ее любовь и не идет на убыль, пронизывая ширь и даль, и ввысь, и глубь. То, что моральное разложение пронизало и ширь, и ввысь, и даль, и глубь этих вроде бы почтенных, седовласых, но не по летам ретивых и бесстыдных эротоманов, ясно как день. И то, что скотские инстинкты в человеке пробудить гораздо легче, чем тягу к духовным высотам, тоже факт. Но кто позволил им так фривольничать? Да еще и в рамках посвященного вершинным достижениям русского поэтического слова фестиваля. Ведь не могли же эти господа просто так самоуправно и никого не спросясь надругаться над Пушкинским праздником. Вполне очевидно, что свое, так сказать, творческое задание они полностью согласовали с организаторами мероприятия. Об этом говорит и тот факт, что по условиям конкурса одно из стихотворений автора должно было в обязательном порядке начинаться поэтической строкой самого Александра Сергеевича, к выбору которой оргкомитет фестиваля подошел либо крайне неразборчиво и безответственно, либо сознательно направляя конкурсантов в заданную этой строкой плоскость. Строка была следующей. Она торопит миг последних содроганий. Не зная контекста, формально по этой строке Пушкину сразу можно вынести приговор в безнравственности и таким образом оправдать современных пошляков. Что ж, обратимся к первоисточнику. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством иступлением, стинанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк и язвы у лапзаний, она торопит миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я! Когда, склоняясь я на долгие моленья, ты предаешься мне нежна без упоения, стыдливо-холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему и оживляешься потом все боле-боле и делишь, наконец, мой пламень по неволе. Как видим чувственную вакханку, развратницу, которая торопит миг последних содроганий, Пушкин сравнивается с змеей, а ее ласки с язвами. Этот образ первобытных вакхических страстей создан поэтом лишь для того, чтобы оттенить другой. Образ коленопреклоненной, богобоязненной, скромной, стыдливо-холодной смиреннице, в котором явно просматривается жена Пушкина, Наталья Гончарова. Счастье разделения семейного ложа с законной супругой, в обуздании страстей и скромностью. Вот какой смысл хотел донести поэт. В этом весь Пушкин. У него нет пошлости ради пошлости. Каждая деталь стиха оправдана, объясняет или оттеняет главную мысль. У современных же его подражателей и в помине нет никаких высоких смыслов. Лишь самовлюбленное смакование и примитивное живописание физиологического процесса. Высокая эротика, высокие страсти, вы знаете, в русской литературе, ну вот я их встречаю только вот у Пушкина, и вы знаете, еще у Фета, и вот, может быть, еще у Блока. То есть не всем дано по-настоящему выразить действительно сильные, действительно страстные чувства. Мы разучились слушать и понимать тот традиционный язык высокой поэзии. Мы пишем сегодня на каком-то другом языке, вот чтобы это было остро, чтобы это задело как-то, вот немножко эстрадно, немножко, значит, публицистично. А высокая поэзия, она все-таки говорит о вещах вечных. Эротические стихи должны отличаться от просто лирических, но в то же время желательно не впадать в пошлость. То есть надо вот так ходить по лезвию бритвы, но, к сожалению, да, тут пошлости хватало. Что меня больше всего удивило, что вот мы, допустим, выступали перед студентами одного заведения технического, и чем больше пошлости в стихах, тем больше они аплодировали и кричали. Так что воспитательные задачи искусства, всегда отличавшего человека от животного, возвышавшего его над первобытными инстинктами и порисавшего за низменность и пошлость, сегодня вывернуты наизнанку. Никого не хотим воспитывать. Варитесь, дорогие, в собственном соку, ковыряйтесь в собственных испражнениях, рифмуйте их и не стесняйтесь считать себя поэтами. А мы не упустим возможности направлять вас к познанию все новых и новых глубин нравственного падения. Таков приблизительно посыл нынешних либеральных идеологов от искусства. Не надо забывать, что есть такая поговорка «Первый блин комом». И, в общем, очень может быть, что стартовав этим турниром, в конце будет как бы открыта чуть ли не золотая жила, потому что интерес, который был проявлен к этому конкурсу со стороны поэтической общественности, огромный. Игра на самых низменных сторонах человеческой натуры, примитивная торговля извечной жаждой плотских утех и желанием самоутвердиться посредством рифмоплёдства – вот на самом деле та золотая жила, которую хотят открыть организаторы эротического, а называя вещи своими именами, бесстыдного конкурса, попутно отменяя за ненадобностью и несовременностью и самого Пушкина. Так что пропаганда откровенного скотства, если не прямого скотоложества, добралась уже и доказалась недосягаемых вершин фестивалей русской литературы. Конечно, Александр Сергеевич Пушкин, слывший дамским угодникам, отнюдь не был монахом. Но осуждая несовершенство человека, его непреодолимую тягу к утехам, к отрицанию запретов, он писал, «О люди, все похожи вы на прародительницу Еву, что вам дано, то не влечёт. Вас непрестанно змей зовёт к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без него вам рай, не рай». И пусть в атмосфере сегодняшней пошлости и бесстыдства это прозвучит назидательно, но мы всё же напомним фразу известной советской песни, которую так проникновенно рассказывал, по его собственному выражению, классик другой, советской эпохи, Марк Наумович Бернес, столетний юбилей которого как раз пришёлся на минувшую неделю. И вершина любви – это чудо великое, дети. Впрочем, о чём это мы? Ведь пропаганда бездетного секса едва ли не главная идеологическая основа современного сексуального воспитания. Ольга Дудник, аналитическая программа «Бэкграунд». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова